Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Друзья, ну как водка, я хотела бы обсудить с вами маленькую деталь. Вы знаете, что буквально на днях я смогла зарегистрировать свою небольшую туристическую фирму. Называется она Белка Виаджи. И вот это был у меня старый пробный логотип, но я думаю, что может быть сделать его немножко, ну, поярче. Я нашла открытку, но это сайт Первого канала. Конечно, если я ее буду утверждать, мне надо будет туда написать письмо, что я сделаю пренепременно, и получить разрешение на использование их продукта, их продукции. Но мне, в принципе, вот эта заставка, она очень понравилась. Итак, друзья, значит, я хотела бы обсудить вот какую деталь, достаточно важную деталь. Я в своих предыдущих сюжетах рассказывала вам о том, что 20 января 2024 года в городе Модена, этот город находится недалеко от Болонни, там должна была состояться вот эта вот выставка на предмет того, как восстанавливается в данный момент вышеуказанный город. Я собиралась туда поехать 20 числа. Ну и, в общем-то, вдруг приходит такая информация через ассоциацию, что сегодня, через культурную ассоциацию италороссийскую, что сегодня должна будет решиться судьба вот этой вот выставки, потому что на мэра очень сильно давят, приходят всевозможные там ноты протеста, и не только всегда это имеет дипломатический формат, в том числе и, в общем-то, были такие варварские проявления и по отношению к зданию муниципалитета, и по отношению к вот этому залу, где планируется данная выставка. Ну и, в общем-то, сегодня там у них должно пройти какое-то собрание и решится вопрос, будет ли проходить эта выставка. Но, с другой стороны, сейчас выступают культурные ассоциации, выступают эксперты и адвокаты, в том числе, которые считают, что по итальянской конституции люди имеют право на свою точку зрения. Мы не должны все иметь общий одинаковый знаменатель, мы имеем полное право, как это было всегда. Ну, как это было всегда, до вот этого священного «ха-ха-ха», ну и потом, когда пошли вот эти самые ложечки за маму, за папу, за дедушку. То есть в последнее время, да, в общем-то, люди как-то приходят, начинают понимать и даже многие свыкаться с тем, что мнение должно быть только одно – то, которое продиктовано сверху. А все остальное лучше об этом помалкивать. Это к вопросу о демократическом европейском обществе. Ну, в общем, вот сейчас в данный момент у них там проходит комиссия, проходят диспуты. И я сегодня утром решила написать письмо. Отправила я мэру Модены. Вот, пожалуйста, это скриншот с его сайта. Там все в открытом доступе, там имеется мейл. На этот мейл я написала. Проснулась рано, в половине шестого утра, потратила два часа для того, чтобы написать это письмо. Письмо продублировала, продублировала со своей резервной почты. Пока ответ не получила, но буду надеяться, что все-таки ответит письмо. Написала в очень вежливой форме, само собой. И просто я задала вопрос. Смотрите, мой вопрос, друзья, в данной ситуации, я не смогу широко раскрыть эту тему, потому что суть моего вопроса исключительно узкопрофильная. То есть я привела пример. Несколько скриншотов я туда отправила людей, которые, скажем, из той самой диаспоры. Они заняли очень активную позицию для того, чтобы сорвать данное мероприятие. И я отправила скриншоты с их профилей на Фейсбуке. Извините, пожалуйста, был звонок, пришлось прерваться. И вопросы были такие. Вот я. Я представилась. Имя, фамилия, где я проживаю. Мой профессиональный сайт, туристическая фирма, мои каналы на данной платформе, Телеграм, чтобы они смогли просмотреть и проконтролировать, что я там пишу. Ну, я еще, скажем так, остерегаюсь некоторых провокаций, потому что где-то от моего имени уже были такие случаи. Пытались писать. Но это очень быстро, это бесперспективно, потому что очень быстро выяснялось. Вот, я задала вопрос. Вот я внучка двух ветеранов. У меня оба деда воевали. Один блокадный Ленинград, и он же потом, после окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас с вами, он был отправлен на Западную Украину, где он занимался борьбой с танным персонажем, то есть его последователем. И дедушка у меня умер в 1971 году, а вот бабушка, его жена, которая, кстати, была из польских дворян, она говорила, что то, что происходило в те времена там, это было покруче, ровно, это было покруче, чем СС. Вот так вот. То есть то, чем они занимались, какие были бесчинства. Мало не горю. А второй дедушка у меня, он Москву защищал, воевал под Москвой в 1941-1942 годы. Самые тяжелые сражения в те времена были и были там. И вот я, как внучка двух ветеранов, людей, которые спасли мир от немецкого нацизма, именно мы, Советский Союз, а не вот эти вот так называемые старшие братья заокеанские, потому что именно они дали деньги на ведение Второй мировой. Потому что перед Первой мировой Германия была богатая, перед Второй мировой она была нищая, потому что выплачивала репаративные деньги за Первую мировую. Откуда у Адольфа, у него взялись деньги на такое оснащение? Это не секрет. Это были Ротшильды и так далее, и так далее по списку. Там был базовый капитал 200-200 миллионов долларов. Понятно, что сейчас это ни о чем, но в те времена это были большие деньги. Это был стартовый капитал. Поэтому извините. А сейчас получается, что они же или их потомки вкладываются в аналогичные события. По большому счету сценарий очень похож. Так вот именно мои деды спасли мир вот от этой самой черной чумы, так называемой. А сейчас получается, что люди, которые поддерживают вот такое вот, вот такое вот. То есть как же так получается, что они на своих страничках, в соцсетях сначала публикуют вот это вот, 1 января, там они массово здесь у нас отмечали его день рождения, этого достойнейшего, достойнейшего персонажа. Спросите у поляков Волынь. Они согласятся с этим или нет? По поводу Польши я сейчас, кстати, тоже хочу маленькую ссылку сделать. У меня здесь, в нашем городе, подружка есть, Беата, полька. У нее мама живет в Варшаве. Ей 86 лет маме. И вдруг она вычитывает в польской газете, что оказывается сейчас подход к Волыне меняют. То есть некоторые организации польские, сросят, скорее всего, печатают, что оказывается вот этот вот персонаж, он в тех самых событиях никакого чести не принимал. А этим занималась Красная Армия. Понимаете, в чем дело? Сейчас просто людей, которые помнят те события Волынь, их практически не осталось. А молодежи сколько угодно можно промывать мозги. Я понимаю, что у нас, у россиян, на государственном уровне, с Польшей, не все спокойно. У нас свои гаражи, у нас свои гарниры. Но что касается частных отношений, у меня очень много среди моих коллег, среди соседей, людей, друзей, коллег, поляков, с которыми у меня очень хорошее отношение. Их вот этот факт очень сильно возмущает. Особенно экскурсоводы, особенно профессиональные историки, которые это все безобразие помнят. Так вот вопрос, который я задала мэру Модене, как так возможно, что люди, активисты, которые занимают очень активную политику в том, чтобы сорвать это мероприятие, в первую очередь в формате своих профилей, они вот такое вот пропагандируют. Нельзя служить двум богам, либо одно, либо другое. Я напомнила мэру Модене, что многие люди, которые проживают в Италии, вдруг сейчас стали вспоминать о Муссоллине. И я вам хочу сказать, что с точки зрения жестокости садистских наклонностей, Дучи ничего общего не имел вот с их вот этим вот любимым персонажем, со Степан Андрейчем. То есть это просто небо и земля. Если вы прочитаете книги Индру Монтанели, он за 20 лет правления, Муссоллине, Дучи, подписал 9 смертных приговоров. Я не считаю, давайте сравнивать там, что дерьмо лучше пахнет, потому что его связь в 1937 году, то, что он подписал расизм, российский пак с Гитлером, его никаким образом не оправдывают. Но в любом случае, среди итальянцев есть люди, которые его сейчас стали вспоминать. Последнее время, в связи с тем, что проваливается экономика, и что вообще очень тяжело стало жить людям простым, но никто из них в формате Фейсбука его не постит, потому что это очень дурной тон. И среднеарифметическому итальянцу это понятно. А вот им почему-то это непонятно. Я хочу сказать, что периодически, когда я задаю этот вопрос мирным путем, почему мне приходит вот такое вот на «ты», это ладно, наплевать, вот с грамматическими ошибками, вот такая форма. То есть вообще, скажем так, что это потомки, потомки, прямые потомки этого персонажа, это очень чувствуется именно по манере общения и по злобе, вот этой жуткой злобе. А когда у человека вот эта злоба внутри, это не имеет значения для меня абсолютно, каким образом она выплескивается. Как у бывшего из кулапа, мне так кажется, что если человек злобный, вот с такими садистскими, хамскими наклонностями, это неважно, в какую дуду он будет дуть. Самое главное просто вот это каким-то образом из себя выплеснуть. То есть когда вот с протянутой рукой ходят, побираются здесь, это готовы и унижаться, и какие они европейцы, и изображать из себя людей вежливых. Хотя вежливость – это постоянное качество, либо она есть, либо ее нет. Но это изображение, то есть туда, где выгодно. Вот на мой взгляд, туда, где выгодно. Но вот настоящее лицо, настоящая картина – это вот как вот эти вот, еще я очень мягкую форму привела. И вот сидят в наших чатах. Я в их чатах не сижу. Мои соотечественники в их чатах не сидят. Нам наплевать. Мы живем своим жизнью. Они все вот надо под контролем держать и вот только и думать, где бы свою вот эту злобу, на кого бы ее излить. Это, я считаю, что абсолютно моя такая позиция, четкая позиция. И вот я задала этот вопрос. Я хочу от него, от мэра Модене, добиться все-таки вот этого ответа. Почему вы позволяете, ведетесь или вы слушаете людей, персонажей, которые постят вот такое вот… Я скинула ссылки на Волынь, на итальянском языке, в итальянском гугле, все это имеется. Все это имеется, все это в открытом доступе есть. Прочитайте, пожалуйста, если вы раньше это не читали. Почему вы слушаете их мнения, те, которые постят сначала вот этого своего Степана Андреевича, так называемого, а потом требуют отменить мероприятие, мирное мероприятие, спокойное, просто, скажем так, которое было организовано людьми, которые имеют другую точку зрения. Вот только этот вопрос. И я жду ответ на него, на этот вопрос. Поэтому, друзья, если вы хотите каким-то образом поддержать эту идею, пожалуйста, вы идете на сайт города Модена, вы находите мэра, там под его фотографией, там имеется мэл. Пожалуйста, можете написать и озвучить свои вопросы. Вот таким вот образом. В любом случае, я хочу сказать, что если это будет отменено мероприятие, ничего хорошего, это, ну, скажем так, ну, мэр, понятно будет, что на него давят, он боится высказать свое мнение. Может, даже он думает по-другому, но попробуй вякни, потому что не те времена. И у людей, которые это организовывали, именно у самих итальянцев, это будет вызывать тоже особенное негодование, что как будто бы уже не у себя дома. И еще хочу напомнить одно событие. Джорджо Бьянки, независимый журналист, который работает с Франческо Тускано. Полтора года тому назад он был там на востоке Европы, он видел все своими глазами, он нашел вот такую вот атрибутику. И когда его пригласили на итальянское телевидение, он всю вот эту вот атрибутику, смотрите, мне ее приходится прикрывать даже, потому что для данной платформы это нельзя. Это нельзя это делать, это нельзя публиковать, поэтому я ее прикрываю. Но это было обнаружено, это было обнаружено там, вот в этих самых их, где находились их солдаты. Вот эти флаги, вот эта вот символика. И Джорджо Бьянки итальянскому телевидению это показал и задал вопрос, почему им это можно. И пригласили вот этого мордастого, вот этого активиста их так называемого, который сидит в ресторане с Бандерой. Да, конечно. И он, значит, типа это не важно, это не имеет значения. Как это не имеет значения? Это запрещено в Европе, это запрещено. И вот этот вот мордастый, там я не помню его имя, фамилию, мне абсолютно наплевать, то есть не перегружая даже свою память лишней информации, он учил Джорджо Бьянки, который живет у себя дома в Италии, как ему жить. И как ему себя вести. Вот это вот, я считаю, самая настоящая наглость. Кстати, итальянское телевидение мордастому задавало вопрос, а действительно, почему вот это все используется в открытую. Вот для меня, друзья, у меня этих вопросов нет. Потому что то, что происходит сейчас на Востоке Европы, это своеобразная производная того, что мы уже имели 80 лет тому назад, в Германии. Но дело в том, что вот этот вот дух бисмарка, у немцев тогда вот они сыграли на духе бисмарка, сейчас он у них затопт, его затоптали полностью, дух бисмарка, с детства их приучают всего стыдиться, поэтому духа бисмарка нет. Ну вот нашли другой дух, Степана Андреевича. Только с бисмарком это тоже никаким образом сравнить невозможно. И все это культивируется и прорастается. Поэтому вот это мой вопрос. Мой вопрос, почему вы слушаете? Еще раз подчеркну людей, которые ходят вот с такой символикой, которые в соцсетях вот такое вот публикуют и не стесняются этого всего, но при всем при этом они там за какую-то правду срывают выставки. Какая связь? Друзья, все здесь. Спасибо вам большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Друзья, я записываю по скриптам, потому что пока я записывала вот ту часть сюжета, которую вы только-только просмотрели, мне кажется, очень быстро, очень быстро, оперативно мне пришел ответ из муниципалитета Модене. Я не могу обнародовать это письмо. Очень мирно было написано, очень мирно, очень доброжелательно. Но вот это письмо, ответ, который я получила, мне позволило в муниципалитет позвонить. Я выкладываю скриншот. Мы проговорили 12 минут. Вот, пожалуйста. Со мной разговаривала девушка, женщина, сотрудница муниципалитета. И я попросила ее вот в режиме онлайн просмотреть вот те профили, о которых я рассказывала в первой части сюжета. Странички на Фейсбуке. Кто такой вот этот вот Степан Андреич. Через итальянский гуголь, потому что ссылки, которые я отправляла, через итальянский гуголь. Волынь, Волынь. Я отправила туда фотографии. Да, она охала и ахала. И разговаривала очень вежливо. И вот в процессе нашего разговора закончилось заседание в Модене. И они сказали, что выставки, к большому сожалению, не будет. Что ее отменили. Ничего не поделаешь. Я не считаю, что необходимо расстраиваться по этому поводу. Потому что люди, нормальные люди, они прекрасно понимают, когда их нагибают. И никому не хочется, чтобы нагибали. Потому что люди все-таки привыкли жить по другому формату. И я считаю, что, конечно, в этом есть определенный минус, что выставка не состоится. Но вы знаете, как две разные стороны одной и той же медали. Все равно люди, которые работают в муниципалитете, на мой взгляд, они автоматически встают на ту сторону, которая, ну, скажем так, пострадала. Я не могу сказать, что пострадала. Но, наверное, конечно, активисты, которые занимались организацией этой выставки, они пострадали. Потому что они вкладывали силы, свои возможности, ресурсы. Да, это неприятно. Но, с другой стороны, сами сотрудники, внутри себя, я понимаю, что сейчас высказывать это свободно, нельзя. Но они приходят к определенному выводу. 12 минут мы проговорили. Она просмотрела ссылки и сказала, «Боже, ты мой!» «Боже, ты мой!» Просмотрела профили вот этих самых людей, которые, между прочим, отказались от своего гражданства для того, чтобы получить итальянское. Интересные времена. В любом случае, нормальных людей их тянет всегда к нормальным людям, к спокойным людям, а не к агрессорам. По всей вероятности, ну, вот опять же, я апеллирую разговором, они там получали, огребали. И огребали, будьте вам любезны, неделикатный, интеллигентный разговор, а в том числе и угрозы, и все остальное, то, что сопутствует угрозам. Ничего, жизнь все расставляет на свои места, потому что вот такое неестественное положение, в неестественном положении, люди долго пребывать не могут. Потом формируется какое-то определенное отторжение. Все будет в порядке. Человеческая природа, она всегда возьмет свой верх. Спасибо вам большое, что смотрите. Я вас очень люблю, и мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok